Ну что, в принципе, с 11 сентября, с последней до этого конференции, скажем так, по теме электростатической вихревой медицины прошло чуть больше двух месяцев. Да, накопился, как бы сказать, такой определенный список вопросов, на которые, в принципе, на все абсолютно есть ответы. Значит, я скорректировал как раз ту небольшую работу в документальном, ну, PDF-документе, в таком исполнении, на множество, а я попробовал сразу же ответить уже там. Вот, поэтому, Максим, потом прикрепишь это самое к видео ссылочку. Да, да, да. Вот, значит, на остальные сейчас, скажем так, в основном здесь получаются у нас изначально логические вопросы, ну, а потом уже статистические. Сейчас попробуем в течение часика-двух все это дело основное провернуть. Значит, для того, чтобы вообще понять, что мы вообще творим с организмом и так далее, для начала нужно определиться, какие формы углеродной жизни у нас вообще существуют. То есть, первое, собственно говоря, которое у нас, как бы сказать, везде, это любое наше дерево, то есть фрактальность. Иначе можно определиться. То есть, и так далее. То есть, аналог, собственно говоря, вот такого ветвления, это многоуровневые спирали. То есть, когда вот эта спираль, она еще раз пошла скручиваться в спираль, и так далее. По этому принципу построены наши все привычные нам клетки. Вот. Все нагромождено, но все прекрасно работает. Второй же вид углеродной формы жизни. Когда вот эти, собственно говоря, спирали замыкаются еще раз в спираль, и так далее, вот здесь уже. В итоге мы получаем вот такие вот устойчивые образования. То есть, по своей сути, это практически немножко другая форма жизни. И у нее другое поведение. Она себя проявляет к незамкнутым системам максимально агрессивно, особенно в зависимости от своего размера. То есть, фактически, как только у нас есть минимум один виток спирали второго порядка, то есть, в спираль, и еще раз мы ее свернули хотя бы в одно кольцо. Мы получаем, как бы, вот эту логическую вторую форму жизни. То есть, именно наши же углеродные. Но разница всего лишь в геометрии. Химического изменения никакого здесь нет. То есть, если рассматривать какие-то многие соединения, то есть, которые работают в организмах, преобразование чисто геометрическое преобразует, как бы сказать, одни вещества в другие. Простейший пример, те же самые глюкоза, фруктоза. Прозрачные жидкости при геометрическом соединении вместе, они получаются сахарозовые. Мы имеем кристаллическое вещество. То есть, просто геометрическое изменение, геометрическое зацикливание нам уже совершенно дает другую вещь. То же самое происходит со всеми видами наших заболеваний. Фактически, для нашего тела получается положительными, рабочими клетками, процессами и все остальное именно являются незамкнутые спиральные процессы. Естественно, поскольку мы сейчас используем колоссальное количество различных приборов, не понимая, как работает электрический ток и все остальное, мы постоянно просто бомбим по своей молекулярной структуре, постоянно пытаясь подкручивать спирали и периодически их замыкаем. В зависимости от того, на каком уровне они будут замкнуты, мы получаем фактически патологию того или иного уровня сложности, конкретно для нас. Значит, самые мелкие образования, вплоть до уровня одноклеточных, но для нашего организма являются самыми-самыми сложными, потому что, скажем так, расщепить макро-объектом, микро-объектом практически не представляется возможным. В обратную сторону организм нормально справляется, то есть какие-то легкие, скажем так, воспалительные заболевания и все остальное, он способен сам перебаривать. Но стоит в организме появиться более мелким замкнутым объектом, именно геометрически. То есть это минимум одна спираль. Одна спираль в один виток. То, фактически, мы имеем такие вещи, как раковое образование, гепатит и многие-многие вирусы. То есть где у них одна цепочка РНК присутствует, но все это достаточно мелких размеров, и организм не способен справиться самостоятельно с такой замкнутой цепью. Фактически речь идет о сире, который, собственно говоря, вот это образование, в данном случае для нас патогенное, удерживается. То есть удерживается все на основе разрежения. То есть фактически эффект пылесоса. То есть каждая цепочка молекул создает разрежение у себя в кольце, все друг за другом притягиваются, создавая общий, как бы сказать, замкнутый контур, внутри которого, внутри, находится именно сниженная плотность среды, именно разрежение. Хотя физически там все заполнено водой. Воздействие на такие элементы электрическим током малоэффективно. По одной простой причине. Ну да, короткозамкнутый проводник. Но когда у вас все остальное тело проводник, и вы подаете сюда любые импульсные воздействия электрического тока, или еще что-то, то есть у вас фактически электрический ток просто будет проходить частично, да, частично наводнится, поэтому эффекты как бы это дает, но не особо большие. Значит, поскольку любой патоген для нас получается зацикленный, а спираль второго порядка минимальное звено, то есть его в этом случае можно сравнить с гироскопом, где вся энергия именно направлена во вращении без линейного перемещения. То есть воздействие на такой объект прямым механическим воздействием ну как бы не дает нужного результата. То есть чтобы практически заполнить его, вот эту пустоту внутри, просто расцепить, мы должны создать именно не электрический ток, не линейный какой-то удар, а именно создать кольцевое движение по кругу. в данном случае это простейшая электростатика в виде стоячих волн. Значит, для того, чтобы чуть-чуть вообще понимать структуру, я в докладе по электростатике это дело попытался осветить, ну к сожалению понимают пока что единицы, но их становится больше, но вот здесь Красников попытался еще разочек распечатать. То есть вот электростатика одна, вот вот ее структура, то есть вот это вот образование электростатическое, внутри оно стоит из шести замкнутых электромагнитных вихрей, можно так выразиться. Если посмотреть сверху, то вот в более прозрачном виде, то мы имеем вот это, то есть смотря на любое образование, мы всегда видим всякие шарообразные в основном формы. Физическая внутренность у них вот она, это зацикленные электромагнитные торы друг на друга. И в свою очередь они уже образуют следующий фрактальный уровень, когда две статики становятся друг на друга, образуется уже следующий электромагнитизм. Вот. То есть применение прямого вот этого электромагнитизма, то есть это проброс от одной к другой для воздействия на данные клетки, которые вращаются на месте, находится просто в перпендикулярной плоскости. Никаким образом с ней не взаимодействуют. Ну, если только не попадать в такт, то есть то, что у нас пытаются делать многими-многими приборами. При этом наносят дополнительные как бы удары по всем остальным клеточкам тоже. То есть мы фактически создаем нулевой электрический ток. То есть тока нет. Есть вращение на месте. Собственно это я обуславлю, то что это электростатика. То есть электрическая волна, в учебниках так и говорили, электрическая плоскость по отношению к электромагнитной, к магнитной, как угодно. Все как бы сказать, в одном даже понятии у нас электромагнитная волна сразу же применяется два понятия. но то что это одно без другого не существует. То есть здесь то же самое. Создавая катушку, нам соответственно электрический именно и магнитный какие импульсы не нужны для того, чтобы навестись на кольцевое образование, нам нужно в чистом виде относительно катушки. Хотя бы просто получить две электростатики. Внутри они соответственно такие состоят с двумя зонами разряжения. Вот это именно вот одна, вот две. Как они друг на друге собственно установлены. Что получается? Радиус действия в таком случае сама по себе катушка выполняется безиндуктивным методом, потому что нам нужно максимально убрать любой отсюда магнетизм, он как таковый нам не нужен. То есть поэтому исполняется бифилярная катушка плоская, где каждый виток одного провода прерван другим витком. Это подробно описано в том докладе, который я недавно в марте здесь опубликовал. Схема включения катушки элементарная и простейшая. Не замкнутые обмотки по одному проводу с разных сторон. сформировав в режиме на рабочей частоте вот такие два тора, мы как раз именно формируем тот бестоковый режим со стоячей волной, который нам и нужен. Принцип нахождения именно репортатической эмплазионной частоты то же самое описано в документе. Здесь вкратце объясню, почему именно так. Вот это это зона разрежения. То есть в тот момент, когда у нас идет собственно говоря синус идет нарастание, у нас вот здесь в эти зоны идет падение плотности. После того, как мы уже собственно синус уходим на ноль, в эти полости естественно со всех сторон в пустоту, ну и в разрежение скажем так, до пустоты там очень далеко. Со всех сторон абсолютно в точку, в центр. Идет банально просто падение. То есть в принципе вот это создание вот такой двух статик относительно плоской катушки без индуктивной ничем не отличается от гравитации то, что мы привыкли называть земного притяжения все что угодно и так далее. за одним и шею исключением оно переменное. То есть мы фактически сначала создаем максимальное разрежение то, что здесь обусловлено геометрией катушки и подаваемой мощностью после чего уводя синус на ноль получается что если представить что наша валячка допустим это воздушный шарик то снижая плотность он сначала будет расширяться потому что давление внутри в любом случае начинает уже изменяться в отношении к внешней среде после чего когда синус уходит на ноль его наоборот среда начинает схлопывать но процесс инерционный и поэтому происходит что происходит колебания не механические а именно плотностные то есть любое закольцованное образование находится находится автоматически по принципу потому что оно само реагирует на изменение плотности вне закольцованных образованиях нет дополнительных полостей с разрежением то есть сам по себе вот этот принцип то есть почему имплозионный эксплозия взрыв разлет имплозия схлопывания в точку в тот момент когда мы создали разрежение и после чего сигнал убирает происходит попадение в точку схлопывания но схлопывание происходит с разлетом через центр во все слои поэтому данный собственно говоря способ можно элементарно применить точно так же как электромагнитный резонанс то есть подавая на вход даже десятые доли ватта как у нас говорится в реактивную мощность Александр Добрый вечер можно конкретизировать этот вопрос так секундочку секундочку все вопросы после доклада давайте придерживаться регламента нет у меня возник вопрос к Александру лично у меня вы запишите вектор на бумажке я просто хочу спросить у Александра я уважаю его и он шустрее шустрее нормально все объясняет в чем заключается ваша сверхединица достигнутая на практических опытов давайте так это вообще не относится к докладу вектор давайте этот вопрос отложим я просто скажу вопрос ребром вы объясняете вы можете отключаю я предупреждаю буду вынужден удалять участников если они будут не соблюдать регламент да вектор пожалуйста тебя сюда включили чтобы ты послушал и потом задал вопросы Саня привет извини камеру чуть пониже опусти пожалуйста да пониже спасибо вектор мы тебя любим давай дождемся окончания доклада значит то есть в этом случае при именно резонансном схлопывании и пролете через центр происходит именно колебание плотности при этом частота задаваемая на нашу катушку такого плана это лишь частота питания она не имеет особого отношения к функционалу есть лишь разница в чем если мы слишком делаем большую катушку мы начинаем увеличивать ее фактические габариты при этом речь идет о воздействии спектром вот теперь самый интересный вопрос у которых почему-то всех поставил в тупик потому что что такое спектр и как его воздействие очень тяжело до людей вообще даже воспринимается то есть что у нас получается значит на простом примере вихря изобразим вот так то есть создав достаточно большой вихрь вокруг катушки а его радиус до 5-6 метров то есть что у нас получается в зоне воздействия к примеру вот допустим 30 сантиметров глубина проникновения в ткань что у нас получается вот это наша катушка изобраз двойная ну не в той плодкости еще неважно значит у нас получается на теле есть один диаметр скорость всегда вращения всегда световая то есть вот тут у нас есть частота F1 спускаясь дальше по воронке у нас естественно растет скорость вниз из-за того что падает радиус по которому диаметр вращения соответственно частота получается уже F2 и соответственно частота F2 у нас получается больше чем F1 то есть формируя эту статическую воронку мы с вами вот зону воздействия если каким-то образом график сюда нарисовать то есть мы как-то вот так формируем спектр который потом то есть вот у нас какие-то минимальные частоты вот допустим F3 которая вот вот F3 вот максимально то есть вот этот вот спектр частот на котором мы работаем частота задана геометрически физически физически самим вихрем то есть здесь это я примел на примере электромагнетизма а в реальности эту частоту нужно смотреть повернутую вот к этому боковому то есть работают все боковые просто такой вихрь можно и катушкой создать обычной не создавая дополнительную ретростатику пальцевую вот на вот это собственно у многих людей возник спорный момент потому что почему именно такие частоты при увеличении размера катушки мы получается что формируем слишком большую опускаемся на слишком низкие частоты слишком частоты ниже 250 килогерц скажем так по ощущениям начали проявлять себя слабее то есть на нескольких собственно заболеваниях которые были быстро проявляли себя они начали проявлять себя слабее а ниже 200 килогерц были замечены в случае наоборот обратного эффекта даже то есть слишком громадные катушки могли вызывать наоборот аритмию сердца но какие-то допустим боли дополнительные и так далее то есть получился диапазон частот который очень хорошо себя как бы сказать именно это частота по питанию то есть сама воронка сам спектр задается только геометрией катушки то есть вот к примеру катушка из блокированного провода то есть у нее получается внутреннее отверстие которое задается вот эту частоту и соответственно внешний диаметр это основная рабочая зона потому что мы в упор ее прикладываем практически к телу значит по поводу расстояния приложения эффективность просто эффективность то есть не обязательно прям в упор до миллиметра но буквально там та же самая любая одежда она хуже ничего не делает значит практическим путем можно сказать за полгода были определены именно оптимальные параметры то что внешний люборит катушки вот этот вот мы оставляем в районе 250 миллиметров не больше но при увеличении они могут начать в обратном направлении и частотный диапазон по питанию подчеркиваю вот где-то 250 можно ну до 400 это в килогерц вот в этом диапазоне у нас получается замечена скажем так самая эффективная работа различных без индуктивных им костей вот то есть на физическом уровне получается что электростатика наводится на любое кольцевое образование и поскольку у нее то есть мы должны создать плотность внутри вихря меньше чем плотность разрежения вот здесь когда фактически происходит просто переключение ее элементов на наш вихрь то есть она просто распадается на части то есть фактически эффект размагничивания как радиолюбители отвертки размагничивают в обычных индуктивных ставили отвертку подали переменное напряжение вынули отвертку немагнитное все то же самое происходит здесь то есть в организме автоматически сканируется то есть не только же слово сканируется реагирует именно закольцованные образования которые взаимодействуют именно состоящей волной электростати собственно говоря вот это и весь основной принцип работы после чего происходит распад сложных кольцевых образований на составляющие то есть физически почему проявляет себя закольцованное образование агрессивно к другим то есть у любого закольцованного получается что скорость вращения выше у него трение с внешней средой получается по отношению к другим клеткам он сам на себя второй любой хотя и сложной формы но сам в себе там крутится то есть фактически да имеет повышенную с точки зрения энергии движения скорость вращения это простейшее трение которое организм точно так же детектирует то есть болячка наша чаще всего имеет покраснение повышение температуры это простейший эффект трения то есть никакой медицины то есть чистая физика но имеем разницу скоростей вращения одного объекта относительно другого это вот на основании как бы сказать принципа детектирования значит создание значит можно естественно любым образом создать значит плоские катушки они получаются самые нежные в том плане что у них максимально ровный спектр то есть вот эта вот грань у них идеальная то есть если мы наматываем то есть для того чтобы сделать катушку которая своей емкостью будет наводиться на более мелкие закольцованные образования то есть мы получается как бы должны уменьшить чтобы горловина более острая получилась для этого как бы с чего и начал то есть именно тороиды банально из витой пары намотаны значит в чем отличие тороида от плоской катушки у тороида есть в любом случае витки которые более-менее повторяют диаметр намотки и вот этот вот горловина то есть если два витка у нас получается примерно одной длины то мы будем получать немножко ускорение в районе действия спектра то есть у нас получается не гвактая вот здесь а вот это вот рваная то есть как бы вся воронка состоящая немножечко из гармонии это видно даже на социолографе то есть особенно если емкость скоряло намотать она прям может при замере электрического тока просто ямки такие давать даже то есть вот эта погрешность собственно говоря нашего изготовления то есть в этом отношении то есть самыми чистыми по намотке являются именно вот такого плана плоские катушки ну и более толстым проводом если нужно сделать чтобы она работала еще более агрессивными заболеваниями хотя в принципе вот это работает сейчас пока совсем сейчас тестируем катушки которые из провода 0.1-0.2 миллиметра изготовить руками конечно немножко сложновато провод достаточно тон значит немножко по геометрии вот по штудирову значит интересно раздел скажем так электростатики в габаритах выяснилось следующее то что все средовые условно говоря технологии имеют габаритные размеры измеряемые в дюймах то есть все трубы у нас измеряются в дюймах орудийные калибры то же самое то есть если мы возьмем 1 дюйм 2.54 возьмем умножим его на 3 умножим на 3 мы получаем 7.62 калибр АКМ собственно говоря ну и соответственно если поскольку это в сантиметрах у нас 76.2 это калибр собственно говоря орудий которые применялись 76 миллиметровых во вторую мировую то есть получается что люди которые это дело рассчитывали вообще прекрасно понимали что они делают то есть если изменялись эти размеры не очень удачно орудия просто разрывало то же самое мы применяем к нашим катушкам для того чтобы создать максимально чистый спектр но чтобы не было никаких рваностей потому что вот эти все рваности это дополнительно это накладывает именно излучение поэтому питать катушку желательно чистым синусом но все остальные виды погрешности по току но вызывают дополнительные пульсации вот эти искажения то есть это получается такой как бы мелкий фон который просто ну действует на организм не в лучшем состоянии ну учитывая что мы применяем мизерные мощности то есть даже там в условии 2-3 ватта в максимуме но как бы электромагнитный излучатель до 2-3 ватт чисто шумами вот такими мелкими он особо как бы вреда не приносит но все равно как бы это нам абсолютно не нужно мы наоборот с этим боремся ну вот значит соответственно катушки тоже самое получается значит у нас в центре самое простое 1 дюйм ну ну и соответственно то есть потом диаметры получается 3 там 4 дюйма там 5 ну вот и так далее то есть можно красных делать дюйму но в итоге мы получаем по электростатической стоящей волне оптимальная оптимальный параметр геометрии вот так это то что касается по созданию созданию наведению льго пахаааааааааааааааааааааааа у